МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Жириновский отметил, что Олег Табаков всегда был народным любимцем, человеком очень деятельным и увлеченным, актером с большой буквы. Лидер ЛДП рассказал, что был лично знаком с Табаковым и даже планировал сыграть небольшую роль в одном из его спектаклей. Но эта идея так и не успела осуществиться. Поклонники Олега Табакова несут цветы в Московский художественный театр имени Чехова, который он возглавлял. По всей стране идет агитация на выборы президента Российской Федерации. Сейчас на прямой связи по скайпу. Мы свяжемся с депутатом ЛДПР Александром Шириным и узнаем об обстановке в регионах, которые курирует парламентарий. Александр, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Расскажите, как проходят агитационные мероприятия в области? В соответствии с закреплением работы на территории Липецкой, Тамбовской и Рязанской области мы сегодня выходим в прямой эфир с нашими коллегами из Крепиковского района. Как раз-таки мы провели очень серьезную агитационную работу на Крепиковском рынке, там, где собираются. Сегодня рыночный день, как ни странно. Распространили литературу. Как раз провели и собрание местного отделения, избрали нового координатора. И пообщались о том, какая работа еще нам предстоит, что надо усилиться эту неделю. В Тамбовской области был инцидент, сотрудники полиции пытались задержать наших активистов, но мы миром с ними разошлись. И, кстати, об этом был сюжет в моих социальных сетях. В Липецкой области соответствующую работу наши коллеги проводят. Но вот во всех регионах, и в том числе и в Рязанской области, есть проблема с рекламными счетами. Приходится очень часто проводить длительную работу, чтобы нам дали именно тот рекламный счет, который нам нужен, потому что все самые хорошие рекламные конструкции отдают либо под кандидата партии власти, либо под социальную рекламу. Был элемент давления, требовали местные власти уволиться с работы нашего сотрудника Цыганкову Веру Юрьевну. Это Спасский район Рязанской области, она работает в библиотеке. Но когда эта информация вышла в СМИ, ее пригласили в правительство Рязанской области, успокоили ее, извинили, сказали, что таких не будет больше прецедентов. И соответствующую работу провели и с местными властями. В общем, она продолжает работать. Коммунальные службы подключают для того, чтобы счищать наши листовки. Ну, зачастую пытаются создавать какие-то препятствия, но мы, имея статус депутатов Государственной Думы, и есть у нас кандидат президента Владимир Жириновский, авторитет которого действительно очень существенный. Люди хотят за него голосовать, люди к нам подходят, поддерживают. Поэтому местные власти стараются здесь не особо, скажем так, проявлять незаконные действия, потому что знают, что мы можем обратиться за защитой к нашей партии, к нашему кандидату. И в Центральной избирательной комиссии у нас есть представитель, поэтому стараемся все эти вопросы решать. Александр, остается меньше недели до выборов. На чем сейчас будете делать акцент в области? У нас осталось несколько дней для того, чтобы еще раз провести занятия с наблюдателями, подобрать этих людей из числа активистов. Надо быть очень бдительными, чтобы к нам не засылали людей, которые являются сотрудниками, либо близкими к администрации местных образований. Они готовы даже их работу оплатить, чтобы они пришли под видом сторонников ЛДПР и попытались от нас проникнуть в наблюдателей. Поэтому за каждым наблюдателем мы закрепляем члены ЛДПР, которые готов за него поручиться. Мы должны распространить литературу, которая у нас имеется, агитационные материалы. Ну и самое главное, провести общероссийский митинг в поддержку кандидатов президента Владимира Жириновского, который состоится 16 марта, в частности, в городе Рязани, в 17... У нас технические проблемы. Восстановили связь. Александр, вы нас слышите? Нет, к сожалению, связь прекратилась. Я напоминаю, что на прямой связи по скайпу сегодня был депутат Государственной Думы Александр Шерин. Владимир Жириновский принял участие на утренних дебатах на Первом канале. Темой сегодня стало развитие регионов в России. С самого начала, сто лет назад, было проведено неправильное административно-национальное деление. Нигде в мире нет деления внутри страны по национальному признаку. Индия более многонациональная, чем мы, но там штаты, где-то губернии, провинции. Это первая ошибка. Вторая, мелкие регионы. Миллион человек. Бюджет такого региона ничего нельзя сделать. Экономисты сказали, минимум 3 миллиона населения, тогда это жизнеспособный регион. У нас только три. Донора. Москва, Петербург и ХМАО. Ханты-Мансийский автономно. Это же смешно. Все остальные индотации, то есть все остальные не в состоянии обеспечить. Согласен. Допустим, так получилось. Но давайте просим все долги. Они будут деньги, доходы, пустят на новые рабочие места. Нет. Они должны и продолжают брать долги. Посмотрите, мы им говорим регионы. Возьмите кредит в государственном банке. Меньше процент. Больше надежно. Нет. Берут в коммерческом. Почему? Там откаты. Там можно заработать. Губернатор с банкиром часть денег в карман положили. Это же все видно. И что у нас? Меры принимают, сажают. Несколько губернаторов, несколько депутатов, сенаторы, министры. Но это все равно не дает эффекта. Поэтому очень важно. Возьмите размещение производительных сил. Все отдали в национальные регионы. Вся промышленность там. Энергетика. Все там. А они взяли и ушли. И не могут понять, почему рухнул Советский Союз. 27 лет назад русский народ отказал этой власти в ее сохранении. А национальные республики убежали все. Получив огромные богатства от Москвы. И власть. Горбачев думал все согласятся на обновленную федерацию. Он не понимал, что все только и ждут как бы убежать из СССР. То есть плохо знал страну. Потому что это не хватало у него знаний. И вся его деятельность нанесла огромный ущерб. Горбачев и Ельцин нам принести ущерб. Спасибо. В ЛДПР Владимир Жириновский встретился с представителями миссии ОБСЕ. Они прибыли в Россию наблюдать за президентскими выборами. Делегация в составе 73 человек разделилась. 13 человек будут находиться в Москве. Остальные 60 отправятся наблюдать за выборами в регионы. Больше всего наблюдателей представляют в миссии Германию и США. Представители ОБСЕ встретились с кандидатом в президенты Российской Федерации, руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. Общаясь с международными наблюдателями, парламентарий предупредил, что откровенная ненависть Европы к России и русофобские инициативы ее политиков могут привести к плачевным для Запада последствиям. Сюжет смотрите после рекламы. Накануне Владимир Жириновский провел пресс-конференцию в ТАСС, рассказав в ходе предвыборной кампании и о том, какие проблемы в стране нужно решать в первую очередь. Лидер ЛДПР отметил, что программа «Мощный рывок вперед» включает полноценную стратегию развития страны, которую не могут предоставить другие кандидаты. Еще раз добрый день. В связи с приближением дня выборов нам отказали в прямом эфире. Ну что делать? Хозяин-барин, мы, так сказать, довольствуемся тем, что можем получить. Вот в данном случае наше последнее обращение к прессе, ибо остается три дня – вторник, среда, четверг. В пятницу у нас нет никаких мероприятий, никаких эфиров. Последнее мероприятие с блогерами в два часа дня. Ну вот как идет ход кампании? У нас штабы во всех субъектах, и более 200 единиц автотранспорта задействовано, и местные отделения провели около 20 тысяч мероприятий. Нарушения классические, по которым по всем мы направили жалобы. Давление на подрядчиков, которые размещают баннеры – это каждый раз. И каждый раз Рязанская область, Кенеровская, и сейчас Белгородская добавилась. Задерживают активистов периодически. Задержали, отпустили. Это же давление, психологическая травма. Молодые ребята, и вот берет его полиция или еще кто-то, везут куда-то, подержали, отпустили. Но это, конечно, травмирует людей. Это, значит, и Москва, и Санкт-Петербург, Калмыкия, Астрахань, Курск, Ростов, Кемерово опять. Видите? Кемерово. И вывешивать мешают. И активистов задерживают. Кировская область. Липецкая. Угроза увольнения тех активистов ЛДПР, которые агитируют за меня. Прямое нарушение закона. Уничтожают агитационные материалы. Давление на сотрудников бюджетной сферы. Это по-липецку. Учителей, воспитателей. С целью заставить их агитировать родителей, дети, чтобы те голосовали за Путина. Вот детская травма. Если ребенок знает, что родители не будут голосовать за Путина, он воспримет это как бы вот, что он не сумелся агитировать. И будет бояться этого воспитателя. Везде в детскую душу готовы влезть и напакостить. Мешают проведению встреч. Доверенных лиц у нас почти 700. И с избирателями на митингах мешают. В основном ХМАО. Постоянно ХМАО и Северная Осетия. Главы администрации везде возглавляют штабы по подготовке к выборам. По ХМАО. То есть админициативный ресурс. Давит. У нас депутаты не могут участвовать ни в чем. Недоверенные лица ничего. А администрация всей страны участвует и в наглую агитирует за кремлевского кандидата. Ну и уже мы говорили, что распространяются газеты, которые были выпущены в декабре за счет средств КПРФ. А не за счет избирательного фонда. Это огромный тираж. 5 миллионов. Они продолжают распространяться. Кое-что власти изъяли. А остальной тираж продолжают. Это, конечно, неравные условия. Когда выпускают за счет партийных средств. Ну, конечно, чтобы повысить явку, создают серию искусственных мероприятий. Лотерея, ХМАО. Голосование за благоустройство дворов. Саратов, Астрахань, Красноярск. Сбор обращений на имя губернатора. Амурская область. Школьный референдум у Москва. Вот такими мероприятиями, которые до этих выборов не разрешали проводить. Люди хотели провести. Запрещали. Жестоко, жестко. Сейчас, пожалуйста, любые мероприятия. Только вот в этой школе, на этом избирательном участке. Вот днем. Приходите, проводите. Ну, заодно, может, зайдете, проголосуете. Вот. Ну, дебаты. Центр избирком хвалится. Много дали. Они сами смогли участвовать в таком количестве дебатов? То есть издевательства. Особенно на местах. Много запрещают использовать флажок ЛДПР. Ну, я иду от ЛДПР. Значит, Бурятия, Красноярский край, Брянская область. Ну, что это такое? Дали хронометраж роликов для бесплатного размещения. Ну, совершенно нестандартный. 159 секунд, 315, 407. Цель, чтобы не успели сделать ролик. Дайте одни и те же по всей стране. 10, 20, 30. Нет. И сдать нужно в определенное время. Иначе вы не участвуете. И делают график, когда между эфирами на каналах 5 минут. На чем бежать? Вот канал на одной части города и через 5 минут на другой. Все делается специально, чтобы доверенные лица не могли выступить в поддержку своего кандидата. Мы дали эфир. А какой вы дали эфир? Это как провокацию можно расценивать. И цик молчит. Цик покрывает. Надо же результат сделать. Результат. Вот. Значит, я единственный, кто участвует во всех дебатах. Остальные периодически. Чаще всего доверенные лица. Ну, Грудинин вообще не ходит. В том числе и Титов, или Собчак. Да и вместо Бабурина бывают. Вместо Явлинского. То есть, я единственный в состоянии. Это тяжело, я согласен. Зачем вы так делаете? Мы предлагали цик разделить на две группы. Три кандидата и четыре. И каналы разделить. Одним первый канал, другим Россия-1. Одним Россия-24, другим ТВ-центр. Все. А радио вообще убрать или отдать доверенным лицам? Ни на какие уступки цик не идет. Хотя, мы предлагали этот вариант. То есть, цик не помогает в проведении выборов. Цик помогает победить Путину. Такой цик, конечно, нам не нужен. Мы будем требовать смены руководителя. Вот Сироткин у нас есть. А если он не будет защищать меня достойно на всех заседаниях цик, то его отзовем. То есть, цик не помогает ни в каком качестве. И, естественно, я единственный кандидат от классической политической партии. Собчак на прокат взяла партию Нечаева. Грудинин. Партию КПРФ взяла Грудинина на прокат. Вот. Значит. Кто-то какие-то союзы организовал. Которых нет. Мы их даже не знаем. Вдруг выборы. Это национально-патриотический союз каких-то сил. Выборов нету. Мы их вообще не слышим и не видим. Поэтому вот нормально, чтобы парламентская партия, я один. Коммунисты не выднули никого. Справедливое не выднуло. Единое не выднуло. В любое среднее мира избиратели бы это оценили. И провалили бы всех трёх кандидатов, которых не выднули парламентские партии. Насколько же они ослабели. Насколько они, видимо, не имеют доверия у избирателей, что отдают себя в аренду. Справедливое единое за кремлёвского кандидата. Грудинин взял на прокат КПРФ. Это имеет право, только есть моральный аспект. Мы, значит, в месяц нам поступает 25 тысяч обращений, 300 тысяч в год. Всем отвечаем. Большая группа юристов, 20 человек работают. Агитпоиск прошёл всю страну десятки раз. Несколько раз вокруг эватора можно было объехать. То есть такого количества агитационных материалов за все эти годы и за последние не распространяла ни одна партия. Объехать всю страну ни одна партия в мире, не только они. Ибо я один совершил 400 поездок. По 20, 15, 10 раз в каждом регионе побывал за последние годы. Такого никто не делал. Это такой мощный агитационно-пропагандистский наш приём, которого никто в мире не в состоянии. Естественно, мы понимаем, что страна устала от монополии одной партии и одного кандидата. И я единственный, который вскрывает причину всех наших поражений и неудач. Царь, КПСС, Ельцин и вот сегодня. Четыре поражения. Монархия провалилась, коммунисты провалились, демократы провалились, консерваторы в вагоне и цепляются за власть. Всё бросили против избирателей. Ведь если у них всё хорошо, 70% точно придут и 70% за Путина. Чего вы суетитесь? Путин день и ночь на всех каналах. Все фильмы вспомнили, все интервью и все артисты. Им не стыдно будет всем артистам, спортсменам. Они уже за Ельцин агитировали. Им стыдно было. Некоторые из них уже умерли и Ельцин. Вот так перед своими детьми не будет стыдно. Нигде в мире нет такого шквала пропаганды со стороны известных людей. В пользу одного кандидата. Это вот как бы последствия однопартийного режима. Причина одна. Вертикаль власти. И она неустойчивая. Нужны противовесы. Царь не успел создать две мощные партии. Там было десяток партий и все были антимонархические. Советская власть уничтожила все остальные партии. И одна партия начала шататься уже при Хрущёве. Хрущёв вывел органы КГБ за скобки и запретил следить за партийными чиновниками. А подчинил КГБ партии. Всё. Это конец стране. Ибо всё плохое делают только члены партии. Ибо только начальники члены партии. Начальников беспартийных не могло быть в нашей стране. Так. Отдельный учёный. И рухнула страна. Потому что не только однопартийный режим КПСС. Но ещё и правоохранительная самая тайная полиция. В подчинении этой партии. Такого не было нигде в мире. Никогда. Вот крушение КПСС. Ельцин всё разрушил. И ничего не успел создать. И сегодня ремонт идёт какой-то. Но главный минус механизма власти не ликвидирован. Поэтому огромные деньги были. Вот сейчас в десятые годы. Всё было. Как говорится. Проекты были. Планы были. Новые министры. Новые губернаторы. Пять-шесть премьер-министров сменили так за 20-30 лет. Опять не идёт. Почему? Однопартийный режим. Да, есть ещё три партии в парламенте. Но не имеют никакого веса. 107 голосов. Даже четверти голосов нет. А нужно хотя бы 200. 225. Ничего подобного. Добрый день. Мы рады вас приветствовать во фракции ЛДП Республики. Государственные думы. Мы, наверное, одно поколение с Яном Петерсоном. Он начал консервативной партией ЛДП Республики ближе к консерваторам Европы, чем к либералам. В те годы, когда он возглавил консервативную партию, я был во главе ЛДП Республики. И когда готовилось совещание по безопасности в Хессенке, 1975 год, мне приходилось работать как раз рядом с нашим комитетом по безопасности на Кропоткинске. У нас там был комитет защиты мира и так далее. То есть мы как бы вот и здесь оказались, так сказать, на одной дороге политической. В составе делегации от России я неоднократно участвовал в парламентских ассамблеях ОБСЕ. Наверное, Стефан Швет и Иван Гадарский. Они, наверное, по-русски хорошо понимают. В школе учили русский язык. У нас выборы. Я насколько понимаю, вы приехали как раз в качестве миссии наблюдателей ОБСЕ на наших выборах 18 марта. Я шестой раз кандидат к президенту России. И это, как говорится, в Европе нет такого случая, чтобы кто-то был кандидатом шесть раз. Или ОПН пять раз был. На всех выборах Госдумы или выборы президента всегда мы встречаемся с наблюдателями ОБСЕ. И продуктивно проходят наши встречи. Мы обмениваемся информацией. В основном, вы от нас хотите получить какую-то информацию. Это наши депутаты. Курдюмов, Морозов, Каргенов и Власов. Самая молодая фракция в Госдуме на протяжении всех созывов. С 1993 года. Семь созывов. Самая молодая. И Власов самый молодой депутат в мире. У вас в Европе нет депутатов, которые были избраны в 21 год. И вся фракция в Думе уже седьмой созыв самая молодая. И специально мы не отбирали. Ни по возрасту, ни по полу, ни по национальности. Люди пошли. Вот кто захотел быть с ЛДПР, в основу это бывшие беспартийные. Если есть вопросы, я готов отвечать. Монолог я могу долго. Могут у вас есть вопросы, на которые вы будете получить ответы. Спасибо большое. Конечно, у нас есть вопросы, которые мы бы хотели вам задать. Но в первую очередь, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы уделяете нам время во время этой напряженной избирательной кампании. Мы были рады, чтобы встретиться. Два года назад я был глава ОСИО «Обсервативная миссия» в Дума-электронную. Спасибо. 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 Два года назад, когда я возглавлял миссию ОБСЕ «Обдиточка на проведение за выборами» в Государственную Думу, нам тоже довелось с вами. Да. Да. Хорошо. Думаю, мы уже достаточно долго находимся на территории Российской Федерации. В общем, ОБСЕ находится два месяца на территории России. Но в настоящем моменту нам уже удалось понаблюдать и увидеть очень многое из предвыборной кампании. Вы говорили в вашей информации, что я политическое прошлое. И это правда. Я был активен в более 20 кампании в моем стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .